друзья привет решила что-то мне так захотелось котлет приготовить так достала мясорубку достала мясо это вот такое подразморозила этот я то что покупала ролик вы видели домашняя это производственная такая но это я покупала в виде гулеша у нас продается мясо положила в морозилку она уже у меня подморозилась ну и хорошо зато прокрутится хорошо подмороженная всегда крутится хорошо а эту грудинку пришлось размораживать микроволновки свежие самое главное почистила уже лук чеснок замочила батон и картошка сейчас это все тоже прокручу сначала буду крутить мясо так все тут прикрутила хорошо друзья все я прокрутила вот столько у меня уже получается тазики добавила 2 яичка поперчу достаточно там чеснока много мясорубку я обычно сразу мою не оставляю ее потому что потом закружишься и точно ничего не сделаешь так и немножко для связки добавлю маночки вот буквально так так посолить солить я думаю достаточно будет вот такой чайной ложки или мало вот так еще и начинаем перемешивать наши котлеты двумя руками удобно хорошо у меня значит две большие луковицы три тоже такие немаленькие картошки четыре кусочка батона зубчиков маленьких зубчика 4 средних чеснока поперчила посолила манка такие можно сказать десертные получаются котлетки не мясные у меня муж такие котлеты называют столовские хоть добавь побольше хлеба как в столовой вот такие свинные котлетки друзья я уверена что они будут вкусные просто уверена потому что мясо домашнее они будут душистые ароматные такие сейчас налеплю в панировочных сухарях обваляю и пожарю на масле можно конечно в духовке запечь я пробовала мне тоже понравилось в духовке запекать котлеты очень так вкусно хрустящие такие получаются так все еще как-то отбивают фарш вот так его так еще лучше получается котлеты все летит в разные стороны вот такой фаршик у нас получился замечательный и так я обычно достаю вот такой противень посыпаю его сухарями панировочными произвольно хватит мочу руки и начинаю потихоньку лепить котлетки вот таким образом обычные котлетки все я их сразу не готовлю замораживаю какую-то часть на потом чтобы были вот кулачки умещается вот сколько в ваших ручках вот друзья хочу вам помните я пельмени лепила смешанные баранина и говядина очень вкусные получились пельмени прям вообще идеал пельмени такая вкусная начинка внутри просто прелесть есть он выходная вызвала сегодня газовиков должны ко мне прийти у меня короче котел газовый вот я включаю его на четверку он работает работает раньше он отключится и дальше включался температура падала и он дальше включался а теперь все в общем нагрел до этой четверки выключается вырубается кнопка отщелкивается все он готов нагрел называется и вот жду силы газовиков должны ко мне прийти приехать посмотреть ну скорее всего датчик говорят а какой датчик его ж оттуда надо достать его ж надо потом поехать купить этот датчик есть он или нет а то и в Воронеж придется ехать за ним за этим датчиком но топиться пока можно вот таким способом я прям натапливаю дом на четверке на пятерке хорошо так прям пробью всю систему в доме жарко все ну на солнышко прям ну ветер ну на улице тепло хорошо так и вот так вот еще делаю друзья сбоку у меня умещаются еще котлеты вам не видно вот солнце светит поэтому такое качество видео декабрист зацвел начинает цвести декабрист очень красиво цветет авокадо у меня на окне себя пока хорошо чувствует дотянет оно интересно до весны так осталось у меня там немного и вот так делаю друзья не валяю я их руками оно все лязгается я не люблю вот так панировочными сухарями присыпал сколько им надо они в себя сухари этих возьмут друзья ну у меня вот кстати от сухарей от этих изжога все вот такие обалденные котлетки правда посмотрите все это я в заморозку ставлю нам вот сколько осталось возможно отсюда парочку возьму сейчас я вот прям на доску слеплю в куку на сковородку на сковородку нам сережа с собой на работу возьмет покушает покушает сейчас надо какой-нибудь гарнирчик приготовить а подливку даже вчерашний мой суп пойдет вместо подливки сборная солянка полить так вот жижечкой слегка так у меня как всегда последняя котлета остается размером не котлеты и вот что я делаю вот так наверное сейчас распределю сюда сюда и сюда вот так нормально получается что тут три всего отсюда придется брать вот этот ряд так я себе вот без панировочных сухарей пожарю три котлетки как раз ну и ничего страшного шесть семь ну допустим вот восемь а это все заморожен он он может быть он Чего ты такой смешаный? Я не могу Моя 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 не могу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сколько у меня уместилось? 7 котлет Ну, котлеты такие, конечно, немаленькие Пусть жарится Поставила воду Картофельное пюре хочу еще сделать Вот такой у меня картофель Всякий разный Помыла Сейчас почищу Вот такие классные котлетки У нас получаются, друзья Такие красивые Картошечка у меня уже Вот сейчас тоже закипит скоро Я ее вот так режу помельче Чтоб быстрее сварилась И получается очень даже хорошо Посолила уже Сейчас закипит Друзья, хочу еще Порезать Капустного салатика Сделать со свежей капустой У меня последний вилок Своей капусты остался Я Что я готовила-то из него А, пирожки мы жарили Пирожки Так Помельче У меня вот такой розовый лучок Замечательный Ой, как солнце сегодня светит, а? Страсть Вот И накрошу капустного салатика Как же мне сделать-то лучше? Какой-то он не весь уже Рашить-то надо Еленько Капуста такая сочная Вообще Замечательная Хватит А то А то не поедим Вот такую морковочку Вот такой На маленькой терочке Капусточку я немножко Поперчу Прям слегка Буквально щепоточка соли Немножко уксуса У меня яблочный уксус И вот такое у меня оливковое масло есть Можно немножко сахарка Вот И Немножко вот так пожамкать ее Перемешать И вот такой будет замечательный Овощной салатик Я не знаю, он как-то называется Весенний что ли Витаминный По-моему, витаминный он Называется Яблочный уксус у меня Шести процентный Так, ну-ка, что я тут сделала Угу Угу Все хорошо Глаз алмаз Итак, друзья Картошка у меня сварилась Добавляю масло Сливочное Немножко потолку Туда его, вовнутрь Приготовила вот у меня сливки Сюда же Добавлю И все перемешаю блендером Добавлю Вот так мы делаем Картошку-пюре Ну вот, дорогие друзья Что у меня получилось Вот этим мы сейчас будем питаться Попьем кофейку Может быть, чайку Вот такие замечательные котлетки Я их на бумагу На бумагу выложила Чтобы лишний жир стек Можно с подливочкой Можно с салатиком Кому как Кому Кто как любит Очень вкусно Аппетитно Сытно Ну все Здесь я с вами заканчиваю Дорогие друзья Прощаюсь Подписывайтесь Пишите комментарии Жду вас всегда Отвечаю Всегда на ваши комментарии Пишите Пока Пока